друзья мои всем привет сегодня очередной день и я решил провести небольшой обзор на нашей стройке что у нас здесь происходит и какие у нас дальнейшие планы и так сразу сказать нам завезли материал материал для потолка и для пола это все вот эти все коробки это обошлось примерно даже скажу больше чем 500 тысяч рублей вот эта комната у нас вот эта комната там еще лежит плитка керамогранит для санузлов вот это все короче в общем больше чем 500 тысяч рублей вот это все нам нужно будет расположить у положить и сделать так чтобы это все у нас смотрелось красиво на нашем объекте то есть на потолке грильята на полу плитка пвх стен у нас в общем будет под покраску мужик подготовили и ожидается в общем покраска так дальнейшей дальнейшем у нас идет две комнаты это стерилизационная вот она у нас здесь здесь мы тоже начали уже укладку плитки плитка 20 на 20 на 30 приобретали это плитка шахтинская отдельно я хочу сделать они обзор потому что то что сделали мы здесь точнее то что как происходило это все меня немножко поразило потому что эта плитка шахтинская плиточники поймут что с плиткой шахтинской работать не очень-то и удобно поэтому они я сделаю отдельный обзор так здесь у нас в общем санузел санузел у нас пока в таком состоянии потому что я ждал когда придет к нам люк люк пришел вот он размер 60 на 60 фирма дэметро очередной люк который я устанавливаю на своих объектах фирмы дэметро почему я выбираю именно люки дэметро потому что они очень удобные монтаже и дальнейшем эксплуатации они не доставляют никаких неудобств их можно спокойно открывать закрывать и в общем не бояться то что вы сможете сколоть сломать плитку который будет уложен на ней так дальше я сейчас нахожусь в такой комнате это у нас комната для сотрудников и вот в этом месте вот у меня тут две ниши первая ниша у нас будет здесь слабо . здесь будут всякие сигнализация пожарка интернет все будет здесь а вот этот маленькая нишка это у нас для автоматов так вот это углубление конечно у нас изначально должно было быть зашито его не должно было быть но так как заказчики увидели то что здесь такого здесь пространство которое очень им понравилось и мы решили короче его оставить в будущем здесь будут находиться полки либо будет какой-нибудь шкаф в общем дополнительное пространство тоже не помешает кстати обратите внимание вот дверь балконная она стояла изначально вот здесь для тех кто знает как работает система пластиковых окон для того не сложно снять и поставить дверь либо окно на место поэтому изучайте как это все работает для того чтобы во время ремонта вы могли спокойно снимать и устанавливать их на место потому что бывают такие случаи когда окно либо дверь она просто мешает мешает работе поэтому проще и снять для того чтобы она не мешала и спокойно работать в общем я снял дверь она сейчас нам пока в данном случае не нужно поэтому когда все завершится его поставлю на место балкон как всегда я сказал мы вообще не трогаем вот там у нас пока лежит немножко мусора немножко инструмента но немножко всего кстати вот здесь у нас стоят батареи батареи в скором будущем я уже установлю на место поэтому они у нас пока еще стоят там так ну по коридору все у нас в том же виде пока здесь у нас будет декоративный камень здесь надо быть декоративный камень а там все у нас будет под покраску кстати краска во всех комнатах будет разная будет несколько оттенков серого от светлого до темного ну как заказчики решили сделать так все в таком сереньком стиле кстати вон там в конце коридора будет большое большое зеркало это будет визуально увеличивать комнату но надеюсь никто не не подумает оттуда убежать или забежать поэтому в конце коридора у нас большое зеркало по этой стороне и по этой стороне у нас будет покраска на потолке грильято на полу плитка пвх так ну в общем в этой комнате у нас сейчас данный момент находится тоже склад здесь у нас наливные полы и плиточный клей ну там еще чуть-чуть штукатурка осталось на всякий случай в общем так дальше здесь вот пока кипсокартон он в скором будущем уже окажется на своем месте и здесь комната она тоже готова ее нужно сейчас отшкурить подготовить под покраску покрасить потолок в черный цвет и можно уже в этом месте залить пол наливным и установить грильято на потолок так и кстати кстати такой момент вот смотрите вот видите здесь вот лежит такой ящик здесь у нас автоматы здесь у нас счетчик вот это все вот это все мы должны были уже давно установить вон туда вон туда должны были его поставить но так как вот эта бюрократия с подписями с бумажками с заявлениями это вообще очень усложняет работу прям ну там бесит дело в том что нам нужно было перенести вот этот счетчик вот в этот ящик для этого нам нужен был мастер который мог нам отключить электроэнергия он пришел но управляющей компанией данного дома где находится этот объект он просто не дал доступ подвал и соответственно мастер не смог перед протянуть по провод по подвалу и вытащить у нас здесь здесь в шахте в общем вот сказали как напишите заявление на имя генерального директора жил энергосервиса потом они напишут на имя генерального директора это управляющей компании чтобы в общем они все вместе дали доступ нам в подвал в общем короче затянулась это канитель уже сколько на две недели поэтому пока мы не не сможем перенести этот счетчик сюда вот сюда мы не можем зашить этот эту часть стены соответственно здесь не может произвести здесь малярные работы если не может и всего лишь из-за этой бюрократии да кстати вот здесь у нашего находится санузел но он не там а здесь у нас унитаз здесь у нас временная раковина импровизированная здесь тоже нас будут укладываться керамогранит на стены размером 60 на 60 но об этом я тоже сделать небольшое видео так ну и завершающий момент этого обзора это у нас одна группа здесь у нас в общем пока в таком же состоянии здесь у нас гипсокартон он пока не зашит ну он уже подготовлен его только нужно взять и пришить но пока дело не до этого мы занимаемся пока укладкой плитки в санузле так ну здесь в общем здесь будет декоративная здесь будет декоративный камень вот так ну все принципе работы продолжаются а я сейчас вот нахожусь вот у нас тамбур небольшой этот тамбур тоже будет переделываться в будущем этот тамбур изменит свое изменит свой внешний вид и он будет больше больше для того чтобы посетители могли спокойно прийти спокойно зайти спокойно находиться здесь они толпицы вот в эту маленькую закуточки где она сейчас где у нас сейчас лежат очень много мешков для мусора это кстати уже вторая партия первую партию вывезли давно и сейчас в общем пока как то так ну чтож на данный момент у меня все обзор завершаю всем спасибо за внимание надеюсь было немножко понятно что тут будет что тут будет происходить и какие у нас в будущем действие ожидают так ну чтож все работы которые будут производить на данном объекте я буду выкладывать по мере поступления новой информации буду компоновать ролики в одно тематическое видео и уже вкладывать на канале поэтому ждите подписывайтесь лайкайте и до новых встреч на новых видео всем пока